Всем привет! Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня я расскажу вам о 5 альткоинах, которые не покинут поле моего внимания в конце 2018 года. Ди, у тебя же в названии топ 6, а ты говоришь 5 криптовалют? Так шестую напишите вы в комментариях под этим видео. Кстати говоря, жду ваши мысли по поводу тех криптовалют, о которых пойдет речь в этом видео. Будет интересно для самообразования почитать альтернативные точки зрения. Ребята, давайте наберем 700 комментариев и бычий рынок не заставит себя ждать. Начнем с криптовалюты, о которой мало кто знает. Это Эластас. Такое фэнтезийное название. Криптовалюта достаточно молодая. График цены берет начало феврале этого года. Капитализация тоже достаточно скромная, всего 60 миллионов долларов. Но стоит отметить, что при этом торговый оборот почти полтора миллиона. Сейчас в обороте находится чуть более 7 миллионов токенов, а всего будет выпущено 33 миллиона. Что в принципе почти сравнимо с биткоином. Эластас это то, что называют криптовалютой третьего поколения. У проекта множество различных целей, но я перечислю основные три. Первое. Это интернет будущего. Что-то похожее на субстратум, кстати говоря. Если более детально разобраться в вопросе, мы понимаем, что интернет будущего это децентрализованная мировая сеть на блокчейне. Это даст нам возможность легко и просто подтверждать права собственности на тот или иной контент. Начиная от фильмов и заканчивая видосиками, например. Такими, которые вы сейчас смотрите. А зачем нам нужен такой новый интернет? Вопрос находит ответ в огромных корпорациях. Таких как Amazon, Google, ВКонтакте, Facebook и множество других. Все эти компании контролируют нашу информацию, приватность, фотографии, контент. И к тому же могут это монетизировать и использовать как угодно. Поэтому решением именно этой проблемы занимается криптовалютный проект Elastas. И другие проекты, которые заинтересованы в децентрализованном интернете. Вторая цель. Elastas может использоваться как виртуальная машина для запуска децентрализованных приложений. Мы знаем, что такой машиной уже является Ethereum. Но Ethereum это криптовалюта второго поколения. Что обозначает наличие проблем как минимум с масштабируемостью. Чем Elastas как криптовалюта третьего поколения похвастаться точно не может. И это кстати комплимент в его сторону. И третья цель. Elastas будет операционной системой для так называемого интернета вещей. Кстати говоря, основатель проекта Рон Чен работал в Microsoft в период с 1992 до 2000 года. В качестве разработчика программного обеспечения. Как раз в 2000 году у Рона и возникли фундаментальные идеи. Которые сейчас носят конкретное название Elastas. У проекта большая команда. Но мне не понравилось, что ссылок на их социальные сети нет. Нужно самому все искать. Этот момент не продуман. Elastas состоит в партнерствах с крупными компаниями. Такими как Foscon, Avic, Zapia, всем известные Bitmain, Neo и другие. Закономерный вопрос. А зачем нужен токен вообще? Проект занимается не только созданием децентрализованного интернета. Но и целой экономической зоны. Где этот токен будет выступать в качестве валюты. И вот там он и будет использоваться. Майнить Elastas возможно на майнинг фермах и асиках. А хранить его лучше всего на кошельке Elastas Wallet, который можно скачать с официального сайта. Но куда интереснее посмотреть хотя бы что-то работающее у Elastas, а не изучать теорию, правда? Так вот, это ТВ-приставка Elastas. Чем-то похоже на Apple TV почему-то. Называется этот девайс Elastas TV Box. В сентябре 2018 года им удалось продать 100 тысяч таких ТВ-приставок. Но самое интересное заключается в том, что каждый такой бокс это нода в сети Elastas. Чем больше таких ТВ-приставок будет продано, тем сильнее и производительнее будет блокчейн Elastas. А в будущем эти ноды станут скелетом нового децентрализованного интернета. Также сейчас ведется работа и над браузером Тринити. Это веб-браузер Elastas, а его называют также и смарт-вебом децентрализованных приложений. Тестовая версия уже доступна для андроида, но в будущем планируются запуски на других популярных операционных системах. Браузер интегрирован с инфраструктурой Elastas. Кстати говоря, в декабре этого года проект планирует переходить на Merged Mining. Это смешанный, объединенный майнинг криптовалют. Когда майнер добывает несколько криптовалют одновременно и при этом не докупает дополнительные вычислительные мощности. Думаю, это тоже очень важный факт. Не менее важным я считаю то, что количество площадок, на которых торгуется Elastas, невелико пока что. Поэтому, когда эта криптовалюта будет добавлена на большее количество бирж, это приведет к увеличению объемов и ликвидности, что бесспорно отразится и на его цене. Это значит, что Elastas сейчас очень похож на спящего гиганта. Следующая криптовалюта в моем списке это Zilliqa. О ней я уже в одном из своих видеороликов рассказывал, поэтому задерживаться надолго не будем. Только по факту. Капитализация почти 300 миллионов, суточный объем почти 8, доступно 7 миллиардов из 12. Мне нравится, что эта монета решает проблему масштабируемости, с которой воюют биткоин и эфириум. При этом нужно заметить, что проблема масштабируемости не возникала у Zilliqa, а стала одной из причин ее создания. Сейчас Zilliqa поддерживает 2500 транзакций в секунду, а это в 250 раз быстрее, чем сеть эфириума. Разработчики говорят, что это далеко не предел, ведь их разработки в шардинге в перспективе обещают обработку миллиона транзакций в секунду, даже не знаю зачем это нужно. Но, скажете вы, существует уже достаточно много криптовалют, которые тоже могут похвастаться успехами в решении проблем масштабируемости. Тот же EOS, еще один конкурент эфира, или даже TRON. Чем же отличается от них Zilliqa? Ответ прост. Пока огромная куча криптопроектов говорят о шардинге, Zilliqa его уже использует. Что же это такое? Шардинг это очень сложная технология. Даже несмотря на свою простую идею, она настолько сложена, что криптовалютные разработчики даже и не берутся за нее. Здесь все расписано не для людей, поэтому я скажу попроще. Шардинг это решение масштабируемости сети, выполненное вне оригинального блокчейна. То есть блокчейн разбивается на кучу островков, каждый из них отвечает за свою область работы, но при этом острова могут взаимодействовать между собой. Один такой островок называется шард, и это то, что делает Zilliqa. Почему же я наблюдаю за Zilliqa в конце этого года? После запуска тестовой сети весной прошлого года, Zilliqa показала рост почти на 70%. В конце этого года или начале 2019, Zilliqa полностью перейдет на главную сеть. Это и большая безопасность и защищенность, это и свап токенов, новые кошельки, инструменты для разработчиков и больше децентрализованных приложений в одном лице. Zilliqa достигала 20 центов на пике, а сейчас стоит всего 3. Если она вернется к своим пиковым значениям, можно сделать неплохие иксы. Когда следующий бычий забег на криптовалюте начнется, я уверен, что Zilliqa стоять на месте не будет, потому что у нее есть не только технология, но и уже работающий продукт. Я думаю, она покажет результаты даже лучше, чем 20 центов. Поэтому Zilliqa я обязательно покупаю, но это не финансовый совет. Я уже рассказал о двух альткоинах, которые меня заинтересовали. Теперь мне интересно узнать, что вы думаете по поводу Эластеса и Zilliqa. И кстати, если вы уже узнали что-то интересное или полезное из этого видео, поставьте лайк, это абсолютно бесплатно. А я пойму, что старался не зря. Поехали дальше. Третья криптовалюта, которая меня вдохновляет на бычьи мысли, это Binance Coin. Кто-то удивился? Хм, ну да, криптовалюта может быть и недостаточно сексуальная для кого-то. Но вы слышите то, что я скажу дальше. Я думаю, Binance Coin покажет себя очень и очень большим молодцом в следующем бычьем забеге. Все вы знаете, что Binance Coin это по сути внутренняя валюта биржи Binance. А Binance сейчас является биржей номер один. Поэтому неудивительно, что Binance Coin набрал такую популярность. И конечно же, людям очень понравилось получать скидки на комиссионные за каждую торговую операцию на площадке. И скидки эти очень значительные. Хотя планируется система скидок на 4-летний период. Первый год это минус 50% комиссионных. Второй год минус 25%. Судя по всему, в четвертый год скидка будет всего 6%. А на пятый год скидок не будет вообще. Но все равно монета очень ценная. После пампа зимой 2017-2018 почти все существующие монеты просто падали. Аж до отметок осени прошлого года. Эфириум, Лайткоин, Трон. Короче, почти все. Но только не Binance Coin. Он даже умудрялся расти. И даже в самом медвежьем периоде глобального нисходящего тренда монета не смогла провалиться ниже 10 долларов. И это неудивительно, потому что у нее есть ценность. Люди до сих пор на бирже. Им нужны скидки, особенно сейчас. Правда, новые люди-то особо не приходят. Их рынок пугает. Но вот когда все начнет расти и новые придут, я сомневаюсь, что они будут регистрироваться на каких-то непонятных биржах. Скорее всего, они выберут самые крупные, популярные и надежные. Поэтому Binance Coin имеет все шансы, чтобы стать еще более ценной, дорогой и популярной монетой. Но это только мои мысли. Пишите свои в комментариях. Следующая монета в моем списке это V-Chain. На этот раз я не буду вас утомлять длительным рассказом о том, что это такое, что отличает этот проект и так дальше. Потому что такой рассказ у меня уже был. Если я найду это видео, ссылочку оставлю в описании. А найти, наверное, будет сложно, потому что я больше 100 видеороликов снял. О чем я расскажу, это о своем видении, куда V-Chain направляется в конце этого года. Потому что сейчас V-Chain это VET. Но всего несколько месяцев назад это был VEN. У них был ребрендинг, о чем мы уже тоже знаем. То есть вот это и это, это одно и то же. Разница лишь в том, что теперь V-Chain работает на собственной сети. Так вот, на пике V-Chain стоил 9,5 долларов. А потом обвалился до 1 доллара из 60 центов. Новый VET стоит всего лишь 1 цент. Также V-Chain активно сотрудничает с большими компаниями. Посмотрите, сколько их тут. Это и автомобильные гиганты, и товарные, и промышленные, и даже индустрия развлечений и питания развивается во многих направлениях. Кстати, тот инвестиционный фонд, на аналитику которого мы когда-то скидывались, тоже рекомендует иметь V-Chain в своем портфеле. Решил поделиться и с вами, почему бы и нет. Следующая криптовалюта, о которой я хочу поговорить, это та, о которой вообще мало кто слышал. Но я это исправлю. Прямо сейчас. Я думаю, что она начнет приобретать ценность в этом месяце. Встречайте! Хэллоуин Коин. Слышали о такой? Размещается она на 2014 позиции из 2047 существующих. Чуть ли не на последнем месте. Стоит она непозволительно мало. А всего доступно, кстати, 264 миллиона монеток. Рыночная капитализация монеты очень маленькая. Настолько маленькая, что CoinMarketCap ее даже не отобразил. Что ж, я сделаю это за него. Я посчитал и понял, что рыночная капитализация Хэллоуин Коин составляет 17,5 тысяч долларов. Хэллоуин это праздник, который отмечается 31 октября. И, кстати говоря, отмечается каждый год. И подумайте, ребята, какой цен на это монета станет уже через 3 недели. Каждый год она будет дорожать. Именно 31 октября. Представьте, какой дорогой она станет. А ладно, я шучу. Это была шутка. Но если вы мне сейчас поверили, не злитесь на меня. Хэллоуин или Хэллоуин это классный праздник, но очень плохая монета. Не покупайте ее ни в коем случае. А теперь, ребята, проведем опрос. Какая шестая монета, по-вашему, достойна внимания в конце этого года? Пишите в комментарии. А через неделю я подведу итог. И куплю эту монету, о которой вы чаще всего будете писать. Посмотрим, что из этого получится. Возможно, именно ваша монета сделает меня долларовым миллионером. Я даже, наверное, отчеты об этом потом буду снимать. Типа, народ инвестировал в лица богатейшего Ди. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не злитесь. Зарабатывайте. И становитесь богаче. Ставьте лайки или дизлайки. Делитесь видео с друзьями. С знакомыми, собачками, котиками, да кем угодно. И обязательно комментируйте. Давайте наберем 700 комментариев и 1000 лайков. Наверное, у нас получится. Пойду лечить горло, потому что оно опять рассыпается. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»